В сегодняшнем выпуске хотелось бы рассказать про не совсем обычные вещи которые по факту ушли из нашей жизни и повседневным быту мы их уже не используем это устройство для снятия обуви которые выдавались немецким солдатам такие устройства находились каждом блиндаже они были складными то есть для компактности для того чтобы можно было переносить случае надобности снять сапоги ботинки это устройство как раз таки доставалось почему снимали руками как мы приняли принято у нас снимать либо руками либо нога об ногу во-первых портилась обувь во вторых очень сложно снять например это такой вот немецкий маршевый сапог который естественно влажный условиях боевых или снимали такими специальными устройствами также были другого типа складные то есть это по факту была вещь которая была находилась в любом блиндаже у нас таких конечно же уже не не было ими не пользуюсь у нас все было более по простому если также рассказать про обувь которую для которой как раз таки и были разработаны то такие немецкие маршевые сапоги они снабжались немецкой армии солдат здесь если посмотреть пригодятся то на подошве имеются такие металлические вставки подковы все это вся эта обувь все вот эти вот металлические вещи они были испытаны на наших пленных то есть которые попадали в лагерь сексенхаузен это лагерь в котором из главные были испытания этой обуви а после чего она уже поступила на вооружение испытывали очень жесткого очень мучительно в том плане что несколько было испытаний порядка девяти кругов ходили по воде многие километры по камням ну и также все это многие салаты умирали то есть не выдерживали таких испытаний но тем не менее такую то вот они приняли на вооружение присмотреться металлические конструкции которые здесь сделаны они сделаны с той целью чтобы обувь не снашивалась то есть сейчас современную обувь вы никогда не увидите берцов современных а никогда не увидите никакие металлические конструкции по одной простой причине что все это становится дополнительными осколками для солдата при наступлении на противопехотную мину то есть солдат получает помимо мин еще и вот эти все металлические осколки ну если взять немецкую армию сравнить с нашими солдатами то у нас в том плане что не было носков нас были портянки они были довольно таки еще долго до войны после войны уже еще сохранялись то есть те кто служили еще даже в начале двухтысячных им выдавались портянки сейчас конечно уже есть носки мы от этого отказались у немцев то время даже присутствовали носки то есть это было для них обычным делом ну чем в принципе наш солдат славится тем что не имея по факту ничего никаких специальных средств которые бы ему облегчали тяготы и лишения службы военных действий в принципе даже немцам они не помогли то есть несмотря на то что были и средства от комаров и от шеи от морожения различными мазей даже вроде бы казалось на войне такие вот ненужные вещи устройства для снятия обуви наши солдаты даже будучи голодными из всяких таких вот вещей они все равно победили и мы им отдать конечно должны что без каких-либо требований они выдвигались в бой